Салям! Салям! Вы на канале YouTube Тейка о самых разнообразных обзорах из жизни обычной казахстанской семьи. Меня зовут Тима. Меня зовут Еля. И тема нашего обзора – цены в нашем центральном парке в столице Казахстана. Приступаем! Пляж. Режим работы с 10 до 20.00. Вход для взрослых – 500 тенге. Вход для детей – 200 тенге. Сладкая вата – 500 тенге. Попкорн – 300 тенге. Мягкие игрушки от – 800 тенге и выше. Батут – 15 минут – 500 тенге. Роллер на воде – 5 минут – 500 тенге. Сальто-батут – 5 минут – 500 тенге. Песочница – 15 минут – 500 тенге. Рисунок – 500 тенге. Один рисунок. Изготовление слайма – 1000 тенге. Прокат машинок – 5 минут – 500 тенге. Игровые паровозики – 15 минут – 500 тенге. Рыбалка – 20 минут – 500 тенге. Тир снайпер – 21 выстрел – 500 тенге. Значки – 350 тенге. Фото с собачками – 1000 тенге. Черно-белый портрет карандашом – 2000 тенге. Шарики – 1000 и 1500 тенге. Большой патут – 15 минут – 500 тенге. Мирген – 6 выстрелов – 500 тенге. На приз – 7 выстрелов – 700 тенге. Микс – 500 тенге. Паровозики – 500 тенге. Высота – 15 минут – 1000 тенге. Карусель – 500 тенге. Вот такие цены в нашем центральном парке в столице Казахстана. Ну, конечно же, там гораздо больше аттракционов и всевозможных вещей, которые можно приобрести. Ну, это вот наши наблюдения. Эля, скажи, пожалуйста, как человек, который отвечает нашей семье за расходы по финансовой части, сколько бы ты рекомендовала всем взять, вот туристам или тем людям, которые приезжают в наш город и хотят прогуляться в нашем центральном парке? Какую сумму стоит взять на одного человека? Вот 5000 и выше. То есть, это примерно 10 долларов или 10 евро, да? Ну, например, если у вас там трое человек, двое взрослых и один маленький ребенок. В принципе, 15 тысяч тенге будет достаточно, да? Можно уложиться. Или около 30 долларов или 30 евро. Приблизительно так. Ну, конечно же, это что сюда входит? Ну, можно покататься на несколько аттракционов, перекусить, попить, напить. То есть, это вот по минимальной, да, можно сказать? Да, по минимальной. Конечно, если вы там собрались хорошенько погулять, покушать там и так далее, уйдет гораздо больше. Это просто по нашим наблюдениям сумма, в которую, в принципе, можно уложиться. Ну, конечно, бывают такие случаи, как вот я, например, да, как взрослый ребенок, говорю, туда хочу, сюда хочу. Но на самом деле мы вдвоем потратили даже меньше. Сколько мы потратили? Около 1000, да, по-моему? Да, мы такое мороженое. Мороженое? Да, у нас есть такая древняя такая традиция, да, давняя уже. Мы покупаем мороженое, если мы где-то гуляем, вот, да? Вот, кстати, вот рекомендуем мороженое бомбин. Очень вкусно. Но, несмотря на все на это, друзья мои, есть минусы. Какие минусы? Первый минус – мусор. Мусор. То есть, смотрите, я понимаю, что там много детей, которые гуляют. Да, кстати, по-моему, взрослые тоже мусорят, вот, и забывают выбрасывать в мусорные баки. Друзья мои, если вы приходите в наш центральный парк, пожалуйста, учите детей культурно себя вести. То есть, есть мусор или взяли с собой там что-то покушать, и у вас осталось там салфетки и так далее, выбрасывайте в мусорные баки. Учите детей с детства к культуре поведения. А так вот, кстати, еще есть такие моменты, иногда некоторые мусорные баки были полными, да? Да. Еще там вот эти различные целлофановые пакеты, бутылки всевозможные. Салфетки. Да, но в целом я не могу сказать, что было грязно, да? В целом было чисто. Кое-где только лишь. Да. В этом плане. Но все-таки есть мусор, да? Не мусорьте, короче говоря, когда отдыхаете. Следующий минус. Люди без масок. Вот почему-то все расслабились, и большинство людей, я не знаю, вот практически были без масок, да? Вот. И, кстати, вот в общественных местах такое происходит очень часто. Ну, иногда вот, например, если вы заходите в магазины, да? Или в транспорт, допустим, общественный, там уже, конечно же, в масках, да, люди. Ну, а здесь все забыли, расслабились и ходят, ну, вот большая часть, вот видите, да, на видео. Ходят без масок. Поэтому мы обращаемся к вам, дорогие наши граждане, столицы, гости, туристы. Обязательно носите маски, потому что все-таки это защита нашего здоровья, да? Еще, кстати, по-моему, до сих пор у нас, мы находимся там в красной зоне, наша столица. Поэтому будьте бдительны, друзья мои. Следующий минус. Пух. Вовсю летает тополинный пух, жара июнь. Но, вообще, июнь, по-моему, у нас вот где-то с конца мая, да, летает вовсю. То есть, ну, сейчас даже поменьше. Где-то вот в 25-х числах, да, в конце мая, то пуха была гораздо больше, чем сейчас, да? Ну, вообще-то вот все летит, да, и в нос забивается там, да? Или там кто-то вот много говорит, а в рот залетает, так пуп-па, отплевываешься, короче говоря. Или у кого-то есть аллергия, кстати, да? Бывает такое. Аллергетиков сейчас, к сожалению, много. Следующие. Покрежденная брусчатка. Да, то есть, конечно же, там сейчас вот только вот июнь, да? Это начало опустошения родительских кошельков вообще в нашем центральном парке, вот, да? Вот. И почему-то вот кое-где, кое-где, опять же, да, я заметил, что либо отсутствует брусчатка, либо она так вот выпирает некрасиво, и люди могут споткнуться. И вот поэтому, пожалуйста, когда вы находитесь в нашем центральном парке, обязательно смотрите под ноги, да? То есть, там бывает много людей, можно случайно споткнуться и упасть, к примеру, да? Вот. Еще у нас здесь, ну, как бы где-то делают ремонт. Об этом, конечно же, в других выпусках. Следующий минус. Пожелтевшее дерево. Да, ну, то есть, я человек, который люблю вообще природу, люблю животных. И вот в мои глаза вот бросился, вот бросилось такое дерево пожелтевшее. В целом, вообще там все ухожено на самом деле. И цветы там, все здорово. Ну, вот, около, где это находилось? Вот дерево это пожелтевшее. По-моему, около амфитеатра, да? И там вот это вот дерево, где-то вот что-то поврежденные, вот, значит, ветви. И пожелтевшее, в общем, не в очень хорошем состоянии, на мой взгляд, по сравнению там с другими деревьями, да? Вот. То есть, мне кажется, ну, и стоит ухаживать, да, больше. Больше выделять внимание. Может, она заболела, или это естественное состояние. Ну, по идее, сейчас, как бы, июнь, вот. И по всему городу можно смотреть и следить за растениями, за деревьями. И вот кое-какие вот деревья, они в таком вот состоянии. Их немного, но они есть. Следующий минус. Самое интересное, вот мы подошли, проснулись, так сказать, да, и вот уже попали где-то ближе к обеду, да? Ну, Эля любит поспать, это все-таки ее выходной день, это все понятно. Но, видите, у многих в семьях вот маленькие дети, это же долго, да, наверное? Пока оденешь, пока накормишь. Все вот это приготовиться, выйти с детьми там, да, маленькие слишком дети, подгузники. В общем, короче говоря, много времени, да, вот я думаю, если нас смотрят мамы, они прекрасно поймут. То есть, чтобы подготовить ребенка к тому, чтобы погулять в парке, это значительное время. То есть, вы можете попасть именно как раз вот в 12, в 11, и там до часу всего лишь было бесплатно. Но, опять же, это касательно каких-то там аттракционов, да? Многие вещи были платные и так, да? То есть, если вы что-то покупаете, покушать, напитки там, там сладковата там, да, и ну всевозможные вещи, короче говоря, это все было и так платно. Следующий минус какой? Ассортимент аттракционов. Да, почему-то он не сильно большой, на мой взгляд. Ну, просто в свое время их было больше, кажется, да, или что? Вот, но, как сказать, этот ассортимент, он, как сказать, они все недорогие. Выглядят дешево, честно сказать. Вот, если, допустим, вот, есть такое понятие, парк аттракционов типа Волк, Диснея, которое мы бы вот с радостью и удовольствием бы видели на месте вот этого, то, что мы сейчас видим, это было бы намного круче, да, на самом деле. То есть, для нас, для местных, это, в принципе, нормально, ничего страшного, мы развивающиеся страны. Но если мы говорим о том, что мы хотим привлекать сюда побольше туристов, да, я думаю, что вот именно хотя бы в столице, да и в других тоже городах, именно вот парк развлечений нужно делать на мировом уровне, как Волк Диснея, или просто там по франшизе, там, лицензии и так далее, сделать крутой парк развлечений. Прям заходишь, и глаза разбегаются, чтобы к нам сюда приезжали люди и могли отдохнуть. Вот, понимаете, люди приехали, иностранцы, к примеру, там, с Нью-Йорка, там, с Парижа, там, где все это есть, и намного круче, приезжают сюда, там, парк отдыха, центральный парк, заходят сюда и видят это. То есть, практически таких вот серьезных, масштабных, крутых, зрелищных аттракционов, к сожалению, там нет. Вот, там вот в основном можно прогуляться только вот и все, как бы, да, и немножко аттракционов. Вот, примерно вот такое ощущение. Аттракционов немного. Их надо увеличить или сделать другой парк, который предназначен именно для развлечений. Типа такого. К сожалению, пока этого нет. Следующий минус, или что у нас там? Плюс. Уже плюсы? Переходим к плюсам. Что у нас там за первый плюс? Атмосфера праздника. Да, то есть, особенно радовался я, наверное, как говорят, что мужчины, большие дети в душе. Я там сразу пришел, вот туда-сюда, значит, глаза там, вот то хочу, вот это хочу, там, по рукам эли мне, все. У нас там тысячу тенге, и все. Надо уложиться, короче говоря. Вот, и мы купили мороженое, вот, да. И, в принципе, погуляли там, и все было вполне нормально. Но атмосфера праздника была? Да, как ты думаешь? Да, была. Куча детей. Короче говоря, вот именно, как сказать, такое ощущение, вот, когда смотришь статистику, говорят же, вот, да, что у нас постепенно стареющие, вот, да, население, постепенно, поэтапно. Но это проблема во всем мире. А у нас, вот, когда я увидел, вот, 1 июня, такое количество детей, да, и там, мы там чудом вышли оттуда. Вот, и очень было приятно, когда вот, и, кстати, дети, по-моему, самого разного возраста, да, маленькие там, месячных, да, месячного возраста. Вот, ну, и взрослые тоже, короче, в целом атмосфера праздника, вот, 1 июня. Ну, и в целом, вообще, в парке многие люди приходят с детьми, и атмосфера праздника, она есть. Следующий плюс. Умеренные цены. Ну, конечно же, если вы будете гулять умеренно, там, несколько аттракционов, да, вот, немножко перекусите, то тогда умеренные цены, соответственно. Если вы там захотите посетить все аттракционы, там, да, или большую часть из них, любите хорошо покушать, к примеру, да, там, и так далее, да, на широкую ногу, конечно же, вы потратите гораздо больше денег, и вам может показаться, что цены неумеренны, но, в принципе, нормально. Там, какие цены, в общем, в целом, в среднем? От 500 основного начинается аттракционов. Следующий плюс. Семейный отдых. Да, как ни крути, то есть, конечно же, дети маленькие, там, приходят с бабушками, с дедушками, со старшими, вот, Эля меня выгуливала. Эля говорит, что я старший, да, в семье? Младший. Младший в семье? Это обидно, друзья мои, видите? Вот. Я, в общем, младший, но, в общем, семейный отдых. Кстати, какие рекомендации, вот, выходят в семье люди? Ты видела там? Собой отдел взять, перекусить, напитки. Да, то есть, около, там, деревьев, теньки, там, да, люди отдыхали, и на это приятно смотреть, там, на траве. Это очень здорово. Но, опять же, будьте аккуратны, не мусорьте, за собой все убирайте, пожалуйста. То есть, отдыхайте культурно, друзья мои. Следующий плюс. Расположение. Расположение, я считаю, что очень удачное. Вот, он находится у нас на набережной. То есть, это вот у нас набережная разделяет город на левобережи и правобережи, да. То есть, получается, нашим гражданам, ну и просто туристам, всем людям, очень удобно. И вот, с одной стороны города и с другой стороны города приехать сюда. Это где-то вот центральная часть, на самом деле, да. То есть, для посещения расположение очень удачное. Для того, чтобы найти наш центральный парк, вы можете скачать и посмотреть расположение в Тугисе, либо в Google Maps. Вот. Центральный парк, столица Казахстана. Следующий плюс. Много зелени. Зелени и правда много. То есть, постепенно, поэтапно, да. Вот. У нас тут все это озеленяли, сажали цветы. Деревья. Вообще, этот парк очень старый. Ну, еще там добавляли, да. Я так понимаю, что сажали много чего, ухаживали. И все это вот сейчас вот прям зелено, да, прям сейчас. Смотришь и очень здорово. То есть, раньше были какие-то конструкции, многие убрали. И сейчас вот именно стало больше, вот видно деревьев, да, растений. Цветов. В общем, зелени достаточно много у нас здесь. Просто у нас, видите, Казахстана у нас в основном степь, особенно в нашей части. Вот. Степной край вот здесь, да. Вот. И здесь вот именно деревья для нас вот это очень приятно. Зелень есть в парке, короче говоря. Это очень здорово. Следующий плюс. Умененное количество кафе и ресторанов. Вот именно раньше, лет там 20 назад, да, когда вот парк это старый. Элья, ты помнишь, да? Да. Вот, там было больше, наверное, аттракционов, мне кажется. Ну, в основном были вот кафе, вот эти все рестораны. И там, кстати, вот были минусы какие-то, да, шумно было, да? Да. И там и продавали алкогольные напитки. Многие люди ходили. Пьяные, в нетрезом виде, вот. И, соответственно, шумели и доставляли неудобства для тех людей, которые пришли просто отдохнуть с детьми, да? То есть, идешь гулять с детьми или там просто отпускаешь детей в надежде на то, что там был парк, то есть есть парк, да? А там вот были такие люди. Ну, просто потом постепенно, я думаю, вот у нас Акимат, да, соответственно, городское, да, вот именно представительство, они этот вопрос решили. То есть, сейчас таких заведений стало гораздо меньше. Но это не означает, что там нельзя покушать. Покушать можно, да? Да, там быстро, быстро перекусить можно. Ну, может быть, есть и какие-то рестораны там, да, и там двухэтажные, что-то такое. Вот, но их стало гораздо меньше. И там более культурно стало, в целом, вот, я считаю, правильно. Пришел человек в парк, то есть, для того, чтобы только покушать и уйти обратно. У нас просто, мы любим покушать, да? Вот. Вот, ну, в целом, лучше, более активный отдых. Всем рекомендую. Вот. Больше гуляйте и двигайтесь, дышите воздухом. Следующий плюс. Водоемы с птицей. Да, там есть у нас лебеди, друзья мои, больше всего-то. Они контрастируют в водоеме. Белые, красивые, их можно кормить, только, пожалуйста, их кормите очень аккуратно. Ну, я не знаю, там, травой их кормить, да, мы можем, наверное, я не знаю, только вот лужайки все эти. Газоны нельзя, наверное, нарвать, да? Нет, хлебушки можно. Ну, хлеб, я не знаю, вроде говорили, что хлеб, это не приносит, там, им пользы особо никакой для птиц. Дорогие друзья, в завершении нашего выпуска мы хотели сказать, что приходите в наш центральный парк. Если вы гости столицы Казахстана или жители, нам очень понравилось, да? Вот, центральный парк у нас замечательный. Подписывайтесь, ставьте лайки и комментируйте. С вами был канал Юти Бетейка. Всем пока!